Воскресенье завершился ежегодный турнир Кубок Легенд, смысл которого – подтешить самолюбие наших бывших футболистов. Пока они были действующими игроками, обыграть звезд мирового уровня они могли разве что во сне, ну или в какие-то очень редкие случаи, а сейчас для них специально привозят иностранных ветеранов футбола, чтобы российские в кавычках звезды, известные на весь мир, смогли на них отыграться за все свое легендарное прошлое. Что же случилось? Отметим, что все-таки на полноценные сборные звезд иностранцев не хватает. Это скорее сборные полузвезд. Здесь 2-3 по-настоящему известных футболиста, а остальные где-то мелькали, но прямо уж звездами никогда не считались. Большинство из иностранцев завершили свои карьеры года 3-4 назад, а гостеприимные россияне каждый год набирают в состав футболистов, которые играли буквально вчера, как Александр Самедов или Константин Зырянов. То есть задача турнира предельно проста. Побеждать должна всегда сборная России и никто другой. Все честно, прямо как на выборах. Россиян немного тянули по ходу всего турнира, но в финале со сборной звезд арбитр Александра Пономарева превзошла себя. Фраза «Судья продажная» стала актуальна как никогда. Пономарева сначала показала две красные карточки команде гостей за грубые выражения. Либо Йоси Бенайон и Йон Арне Рисы неплохо знают русский язык, либо судья хорошо знает их родные языки, ведь ругаться-то удобно именно на своем родном языке, либо Пономарева просто обиделась на банальное слово «фак». Фак или бич. Сказал «фак или бич» и удаление, которое дает право три минуты россиянам провести в большинстве. Фак или бич. И сразу красная карточка в товарищеском матче. Нет, это не грубый подкат сзади. Это не удар локтем. Это не хамское поведение Сергея Кирьякова и Сергея Юрана, которые вели себя как быдло в финале 2009 года. Это просто оскорбление судьи, которое бывает в каждом матче. Для примера, в свое время в НБА Тим Данкан, сидя на скамейке, посмеялся над решением арбитра Джо Кроуфорда. Судья не просто удалил одного из лучших баскетболистов мира, но еще и выразил желание вступить с ним в драку. Данкана оштрафовали на 25 тысяч за оскорбление судьи. А вот Кроуфорду этот эпизод едва не стоил карьеры. Его отстранили на неопределенный срок. В результате прервалась его серия. 21 подряд участие в финалах. Кроуфорду настойчиво дали понять, что зритель приходит на баскетбол, чтобы смотреть игру Тима Данкана, а не выкрутаться самоубленного рефери. И если слова Бинаюна или Риса так сильно задели Пономареву, ей стоит запереться в своей комнате и до конца жизни плакать в подушку, а не обслуживать футбольные матчи, раз она не понимает, что зритель пришел смотреть на Бинаюна и Риса, а не на слабохарактерного арбитра, которого там и быть не должно. И не надо говорить, что она девушка, она арбитр, а их в каждом матче футболисты безнаказанно оскорбляют и будут оскорблять. Это эмоции. Строгие санкции в отношении футболистов применяют только если он оказывает физическое воздействие на судью. Пономареву пальцем никто не тронул, но обители до глубины ее чуткой, нежной, прекрасной и невинной души. Души футбольного арбитра. Представляете, сколько матчей в РПЛ завершилось бы досрочно, если бы за каждый такой пошел, следовало бы удаление. Когда сборная звезд получила вторую красную карточку, иностранцам стало понятно, что их пригласили сюда не для того, чтобы поиграть в футбол и вспомнить былое, а для того, чтобы сборная России в очередной раз добилась своего триумфа, чего бы он ни стоил. И совершенно правильно поступили гости, пригрозив уйти с поля. В итоге красные карточки поменяли цвет на желтый, а раз удалять иностранцев больше нельзя, надо помочь чем-то еще. При счете 6-5 в пользу гостей организаторы приняли решение добавить 3 минуты и 15 секунд, о чем сообщили за 2-3 минуты до окончания основного времени матча. Сделали бы они это, если бы выигрывала сборная России. Рисе уже в открытую смеялся над происходящим и с криком «Комон» поддерживал негодующие трибуны, которые до сего момента, безусловно, болели за сборную России. Клоунада не закончилась. Те самые 3 минуты и 15 секунд истекли, табло обнулилось, сборная «Звезд» начала праздновать победу, а в это время Егор Китов крысиным образом забил голову их ворота. Интересно, вот ему не стыдно вести себя так в товарищеском матче. Победа любой ценой, да, Егор? Вам известно, что я болею за «Спартак», но поведение легенд 90-х годов было просто отвратительным. Никто из них не предложил отменить этот гол. Никто не увидел в этом поступке отсутствие спортивного характера. Нет! Тихонов, Титов, Булатов, Хлестов, Оленичев, Филимонов. Победа любой ценой и плевать на все. За это вся сборная России абсолютно заслуженно получила обструкцию трибун, когда ее хотели объявить победителем. Если никто из вас не способен вести себя по-мужски, за что вас, собственно говоря, уважать? Получается, что поколение 90-х годов ничуть не лучше современных футболистов. Разница в том, что старшему поколению повезло. За ними меньше следили, не было интернета и многие их подвиги так и никто не осветил. Но главное, что практически все эти футболисты, когда встречались со звездами своего поколения во время карьера, терпели поражение, а в футбол почему-то научились играть только на Кубке легенд. Не познали и кому это надо, кроме вас самих? Возвращаемся к финалу. Настоящие футболисты вновь повели себя абсолютно правильно. Если сборная России так хочет выиграть, пускай выигрывает, а вот пропущенный гол мы не признаем и никаких пенальти бить не будем. Ведь что забавное, не посмотревшая на табло Пономарева дала финальный свисток именно через секунду после забитого гола Титовым. Там не было недоигранной минуты, 30 секунд или другого времени играли четко до гола сборной России, потому что регламент такой, победить должны только россияне и никто иной. И если об этом регламенте кто-то сказал бы напрямую, на следующий год на Кубок легенд приехали команды сопоставимого сборной России уровня. Кипр, Дания, Греция и может быть Сербия. Поэтому организаторам не оставалось другого варианта, как оценить результат честно и признать победу сборной звезд. Я всю жизнь был персональным болельщиком Андрея Тихонова. Подражал ему в чем мог, но за его слова и поведение после матча не было жутко стыдно. А вот ему, кажется, совсем нет. Господа, надо мужчиной оставаться до конца. Наплакали себе. Вот эту херню устроили. Он говорит, наплакали. Устроили херню. И это не про свою команду или друга Егора Титова, а про гостей. Забавнее другие слова Андрея. Идет сирена, но сыдья добавляет 15-20 секунд. То есть он признает, что была сирена, и поэтому сборная звезд перестала играть. И заканчивает Тихонов пафосной фразой. Мы решили просто ничего не делать и отдать им победу. Надо же, решили они. А мне показалось, что вы проиграли матч, забили самым постыдным образом и не хотели отдавать победу, а стояли столбами и ждали, когда вас наградят. Это позор. И чем вы лучше Кокоринах и Мамаевых? А, стоп, вы же их поддержали с момента ареста. Теперь мы знаем, что все российские футболисты абсолютно одинаковые. И пелены на глазах больше нет. Это же не нормально. Уже имеемые мальчики плюс часа, они играют дальше, забивают. Хорошо. Ну как же вы тут полный пиздец полный? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на Мera. Спасибо заív truck! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!